Всем привет! Сегодня мы поговорим о кастомной прошивке для ASIC-ов, обсудим преимущества таких решений по сравнению с заводской прошивкой, пошагово покажем, как перепрошить ASIC, ну и расскажем, какие нюансы нужно учесть и что нужно для того, чтобы разогнать ASIC выше заводских значений. Нужно отметить, что сами чипы имеют разные характеристики и разные параметры. Это обусловлено в первую очередь качеством самого чипа, а оно выражается в проводимости между его элементами. То есть некоторые чипы имеют небольшие утечки, которые приводят к тому, что чипы просто больше греются. Поэтому одни чипы удачные, которые можно нагружать чуть ли не на 100% от номинала, другие же не разгоняются больше, чем на 20%. Качество чипов заранее не предугадаешь и здесь уже как повезет. Ну а сейчас поговорим о заводской прошивке и ее возможностях. Итак, сейчас вы видите веб-интерфейс заводской прошивки. И интерфейс майнера он стандартный и практически ничем не отличается от версии к версии. Так, сразу начнем со вкладки Miner Configuration. Здесь есть такие скрытые настройки, которые можно открыть, если в адресной строке мы добавим к Configuration 1 или 2. Тогда у нас появляется функция Search. И вот уже в заводском варианте прошивки мы можем выбирать максимальную частоту, но только 650 МГц. Для сравнения, на кастомной прошивке этот параметр можно увеличивать до 1000 и выше МГц, что, конечно же, существенно увеличит производительность ASIC. Для того, чтобы использовать наш майнер в иммерсионном охлаждении, нам также нужно ставить обманки на вентиляторы. А так как эта прошивка блокирует работу майнинга при отсутствии обратной связи с вентилятором, то, соответственно, разогнать чипы на полную мощность нам невозможно. Начнем с того, что для обеспечения оптимальной работы устройств и предотвращения перегрева производитель изначально закладывает в заводской прошивке ограничения по тактовой частоте и напряжению. Хотя на самом деле ASIC могут быть более производительными и вполне себе безопасно работать на более высоких мощностях, выдавая при этом больший хешрейт и снижая потребление электроэнергии. Но добиться таких условий на заводской прошивке невозможно ввиду оговоренных ранее ограничений. И поэтому многие майнеры меняют заводские прошивки на кастомную. Сейчас я покажу, как обновить вашу заводскую прошивку на кастомную от компании Bixbit. Ссылка на прошивку будет в описании. Здесь у нас есть вкладка System и есть вкладка Update. Также есть у нас и возможность выбора файла. Мы убираем галочку с пункта Keep Settings. После этого все настройки, в том числе и привязанный кошелек, будут сброшены. Сохранить галочку нельзя, так как конфигурационный файл сохраняется целиком и при загрузке новой конфигурации может произойти конфликт и, как следствие, у нас будет некорректная работа новой прошивки. Здесь выбираем Bixbit Fimware S9. Теперь нажимаем Flash Image и нажимаем ОК. Очень важный момент в разгоне асиков – это блоки питания, потому что без хорошего блока питания вообще нет смысла заниматься разгоном, так как просадка сведет на нет все наши усилия. При разгоне асиков до 20 тарахешей нужно использовать блоки питания не менее 2 кВт, но желательно даже и больше. После того, как все загружено, нужно произвести измерение самого асика и посмотреть, чтобы не было просадок по напряжению. Также очень важную роль в разгоне устройств играет охлаждение. Если его будет недостаточно, то майнеры уйдут в защиту и майнинг прекратится. Возвращаемся к нашей прошивке. Установка заняла у нас около 5 минут, и прямо сейчас происходит перезапуск системы. То есть из временного хранилища прошивка начинает распаковываться и записываться в рабочую память. Так и происходит перезапись файловой системы. По завершении перепрошивки система обновит страницу, откроет новый веб-интерфейс. Если этого не произойдет, можно будет обновить страницу через Command-R на Mac, как это у нас сейчас, либо Shift-F5 для Windows. Итак, процесс завершен. Страница не обновилась автоматически, поэтому мы ее обновляем сами. Изначально прошивка создавалась для автоматизации процесса подбора частот. Также есть заранее предопределенные режимы. Во вкладке Miner Configuration появилось предупреждение о том, что старая версия конфигурации будет удалена. Далее мы переходим во вкладку Профиль. Если у нас изначально выключен профиль, то мы в этом случае можем варьировать любые режимы. В этой вкладке мы обязательно указываем, что у нас тут включается режим Asic Boost. Asic Boost обеспечивает нам экономию в 15% на электроэнергии. Также обязательно указываем температуру аварийного завершения работы майнера. Обычно мы устанавливаем 80 градусов. Эта температура именно PCB. Необходимо понимать также, что при температуре печатной платы 80 градусов температура чипа будет выше и будет составлять где-то в районе 100 градусов. Есть также функция Restart if Hashrate Lower. Эта настройка позволяет перезагружать Asic при падении его производительности. Обратите внимание, что настройка указана в гигахешей на секунду. Fan Check – это у нас проверка вентиляторов. Здесь ставим Off в случае, если вы охлаждаете свое оборудование в иммерсионной жидкости. Появляется предупреждение о том, что если вы отключите данные опции при воздушном охлаждении, то это может привести к выходу Asic из строя. Так как на воздушном охлаждении при отказе вентиляторов чипы у нас просто перегреются. Также есть еще и Preset. Это предустановленные значения. Можно выставить для разных скоростей до 18 ТРХ в секунду. Если мы ставим Disable, то мы можем сами все это дело варьировать. Ну и сохраняем. Здесь у нас показывает нынешнюю частоту чипов и качество чипов по цвету. Переходим во вкладку Chain Frequency Settings. Здесь можно установить значение для всех чипов. Выставляем 975 МГц. И напряжение 9,5 Вольт. Нужно понимать, что такие настройки достижимы только при условии, что чипы работают идеально. Можно выставить и 1000 МГц. Так будут подбираться настройки от 1000 МГц и ниже. Нижнюю частоту, кстати, можно тоже указывать. К этому мы дойдем чуть позже. Обязательно проверить, включен ли Asic Boost. Идем далее. Здесь мы ставим настройки Global для всех плат. Но можно выбирать и отдельно для каждой цепочки вручную. Здесь у нас показаны текущие частоты чипов, КПД, качество чипов в данном случае, режим Auto-Tune. Вот и настройка минимальных частот. Я ставлю 825 МГц. Ниже ставить не имеет смысла. Downscale Red. Это снижать для красных чипов на один шаг. Мы включаем Enable. Для оранжевых чипов то же самое. Таймер каждые 2 часа. Наихудший КПД оставляем 75-70%. Так, проверка каждые 2 минуты. Сброс частот. Сохраняем. Здесь у нас сейчас будет показан лог, В котором мы будем видеть весь ход оптимизации. Затем все эти значения, которые я поставил в Enable, Переключаются в Disable. И после завершения автонастройки. Пока идет процесс, Я подробнее расскажу о статусе чипов. Здесь у нас есть табличка, Которая позволяет посмотреть данные по каждому чипу. Здесь есть номер чипа. Показано его качество. 109-108%. Сейчас, конечно, смотреть качество в момент разгона не имеет смысла, Так как сейчас идет только режим тестирования. Когда ASIC будет уже в работе, Тогда мы увидим более реальную картину. А сам процесс оптимизации занимает около часа. Но даже сейчас можно наблюдать, Что чипы имеют разные цвета. Красный, оранжевый и зеленый. Вот тут у нас есть красные чипы минус один, Оранжевый минус один, Зеленый плюс один. Вот после того, как оптимизация прошла, Можно уже в ручном режиме Добавить частоты на зеленых И убрать на красных и оранжевых. Тем самым оптимизируя производительность устройств. Также можно увидеть буквы S и X. S значит slow, это медленный чип, X – маленький процент качества чипа. Но сейчас еще рано, конечно, судить, Так как процесс тестирования еще не завершен. В новой прошивке есть режим мониторинга, Добавлена совместимость с HiveOS, Также добавлена интеграция с системами Внешнего мониторинга. Это сделано для удобства, Хотя у AntMiner есть и родной софт Для мониторинга, Который будет адекватно работать И с новой прошивкой. Также есть новая опция Config Multiplayer, Которая позволяет продублировать Config на все устройства в своей сети. Здесь можно прописать диапазон IP-адресов, Имя пользователя и выбрать Config. Его можно взять на вкладке Configuration. Вот здесь можно задать все настройки И просто продублировать на все устройства. Это достаточно удобно для основных параметров, Но более детальные настройки Лучше проводить дополнительно вручную. Здесь у нас ничего нового. Имя хоста, Получение протокола настроек С динамическими настройками С использованием DHCP сервера. Потом можно указывать Какие-то свои кастомные настройки. Вкладка Diagnostica. Здесь можно пропинговать пул, Сделать трейс-роуд или настроить NS-lookup. То есть здесь можно пропинговать, Проверить время пинга Для конкретно интересующего нас пула. Трейс-роуд покажет путь пакетов через роутеры. И второе, это преобразование IP-адресов В доменные имена. То есть это проверка DNS сервера. Ну вот уже и 18 тарахешей показывает. Хотя процесс еще не закончен. Потому что идет обработка скрипта, Который отвечает за автонастройку. Ну вот прошло 15 часов с момента прошивки асика. И сейчас вот на вкладке Майнер статус Мы видим наш хэшрейт Порядка 20,4 тарахешей. Температура плат у нас 54 градуса. Ну и температура чипов 69 градусов. Ну здесь у нас уже измененные настройки пула и пользователя. На вкладке Чип Frequency Settings Сейчас мы посмотрим состояние чипов. Как видим по цвету все у нас зеленые. Хотя вот только пару колеблются. То оранжевые, то зеленые. Но это не критично. В общем картина отличная. Все работает стабильно. С высокой производительностью. Единственный момент, который нужно отметить. Это то, что все эти параметры у нас достигнуты с помощью межсионной системы охлаждения. Ну вот собственно и все, что мы вам хотели сегодня рассказать. Если у вас остались еще какие-либо вопросы касаемо прошивки. Вы пишите их в комментариях. Также напишите какую прошивку используете вы. И каких результатов с помощью ее вы смогли добиться. Нам будет интересно это почитать. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Впереди мы планируем снять еще много чего интересного и полезного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok